Ну вот мы и в Гданьске. И первое, что мы здесь сделали, это встретились с нашим другом по ютубу, с Дисловым. Который провел нам ознакомительную экскурсию по этому прекрасному городу, как Фениксу, возрожденному из руин, и рассказал кое-что о жизни польских пенсионеров. Сказать мне немножко слов от твоего фильма. Я приветствую всех с самого центра, с прекрасного города Гданьска. Это старый город, в котором мы встретились с нашим другом по ютубу, мы познакомились. Это Дислов Страбужийский. Вот. Он приехал специально на встречу с нами и проводит ознакомительную экскурсию по своему городу. Здравствуйте, все зрители канала Ольги Липатовой. Ну, моё имя вы уже знаете. Я житель города Гдиньи. И хотел вам сказать то, что у нас очень много доступа примечательности, о которых я разговариваю с Ольгой и её сыном. Всех любителей путешествий я приглашаю тоже на свой канал «Страбсен», в котором вы найдёте более 500 фильмов с разных стран мира, большинства стран Европы, Северной Африки, Ближнего и Дальнего Востока. Да, и очень хорошо там всё рассказывается, несмотря на то, что по-польски всё равно всё понятно. Но я думаю, что музыка и картина не требуют знакомства языка, верно? Ну, языки, во-первых, близкие, а потом, когда хочешь понять, всегда поймёшь. Так что всем зрителям канала Ольги Липатовой большой привет! И посмотрите, обязательно зайдите на этот канал ещё раз. Я пропишу, мы там напишем в описании название этого канала. Вот, если вы приедете в Гданьск, то Здислав обязательно проведёт вам экскурсию. Отвечаю на русском языке, конечно, потому что знаю язык Пушкина и Некрасова, но раньше, 30-40 лет тому назад, я знал его чуть побольше. Ну, а теперь приглашаем прогуляться с нами по Гданьску. Готовы? И если вы хотите узнать о жизни польских пенсионеров, оставайтесь с нами до конца. И потом так, мы пройдём таким округом и прийдём здесь. Так. Вот, это улица. Вы можете покушать в СКФС и Макдональдс. А что-нибудь такое, чтобы польская была, нормальная еда есть? И конечно, конечно, там в городе полно. Ну, не всегда дешево. Дешево, да? То есть, это вы хотите сказать самое дешёвое? Ну, я думаю, что Макдональд и КФС и такое. А вот тут должна я вам сказать без ложной скромности, что мы уже не раз замечали, что в своих странствиях находим то, о чём даже не знают местные жители. Так у нас было совсем недавно и в Калининграде, когда калининградцы и жители области, которые смотрели наши видео на ютубе, нам писали, о, а мы этого не знали. Ой, а мы там ещё не были. Ну, спасибо вам за информацию. И вот то же самое произошло у нас и здесь, в Гданьске, потому что мы нашли прекрасное местечко, где можно попробовать вкусную польскую кухню за очень небольшие деньги. Но об этом вы увидите в другом видео. Так что оставайтесь с нами и следите за нашими путешествиями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот с книгой. С книгой может быть согласен, а здесь справедливость. На одной из этих руин. Поставили. Водрузили. Красиво сказать. Водрузили. Знаете, я раньше знал лучше. Прекрасно. Прекрасно знаешь и говоришь. Конечно. Все точно восстановили. Ее восстановили по разным рисункам. Когда восстановили? Я поняла. А в какое время это закончили восстановление? Еше не окончилось. Все время... Вот смотрите, здесь... Здесь, когда вы будете регуляции сами, надо войти в эту церковь. Это самая в Европе кирпичная церковь. Большая кирпичная церковь. Все это было тоже разрушено. В 44-м все было разрушено. Это, конечно, уже стекло. Не так, как с этой стороны. Но хотя бы похоже на... На внешнюю архитектуру. На архитектуру старинную. А вот тоже это герб Гданьска, да? Да, герб Гданьска. Герб с короной и два... А, вот он. То есть даже вот эти здания в центре могут быть приватными? Конечно. Ну, наверное... Наверное, это все будет частным. Потому что... Какой-то девелопер, который называется... Какой-то строительный. То есть это не муниципальный. Не, не, не. Это именно частный. Частный. Ну, наверное, богатые люди здесь, наверное, будут покупать эти квартиры. Конечно. Опять Ром. Символ крестоносцев. Или что-то. Это флаг Гданьска. Как Феникс. Финкс. 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 Теперь мы... С одной стороны... Мы видели золотые ворота. А с другой стороны... Есть зеленые ворота. Прививали из моря от сюда. Торговые. И раздружали свои товары. Вот там на этом... Старинном кране. Мы там пойдем. Мы его видели вот в Ютубе. Смотрите. Смотрите. Это тоже птица. Да. И вот он там наверху. Журавль. Да. Журавль. Вот он там стоит. А-а-а. Знаете, что это... И все были журавли, да? Нет. То, что там вы фотографировали. Тоже журавли. Это журавли. О-о-о. Да что. Символ. Десять часов. Десять часов. Маленькая. И вскрыт. Маленькая. Снимая. В сети. В сети. Я считаю, что с ней тоже не журавли. Я не дихован. Маленькая. И вскрыт про них. Тысяча, триста злотых, а есть такие, которые получают несколько тысяч. Это военные, наверное. Военные тоже по-разному. Те, которые раньше пошли в запас, не очень хорошо зарабатывают. Потому что, когда прибивают теперь на зарплату для офицеров и старших, когда они теперь уходят в запас, они получают гораздо больше, чем те, которые раньше пошли. Это, наверное, везде так. Да, наверное. А вот все-таки есть какая-то, ну, примерно в среднем, так сколько получает польский пенсионер? И, ну, это, в принципе, нормально так для жизни? Ну, я думаю, что так, в среднем это две тысячи. Две тысячи. Ну, и это нормальный уровень жизни, как вы считаете? Это тоже зависит от того, что он, например, болеет или нет. Потому что лекарства надо... Болеет дорогие, да? Дорогие, да? Где живет, сколько платит за квартиру, например, да? Так что это по-разному, по-разному. Мы благодарим капризную польскую погоду за то, что подарила нам солнечный денёк. Мы благодарим Здислава за то, что провёл такую замечательную экскурсию по Огданьску. И мы благодарим вас, наших зрителей, за то, что вы были с нами и поставили нам лайки. Подписывайтесь на наш канал и на канал Страсбен. Ссылка на него будет в наших комментариях. А мы ждём встречи с вами в нашем следующем видео.